Не успели мы отойти от одного праздничного переедания, как нас ждет новый гастрономический удар. Рождество и Старый Новый Год. И опять понесется по кругу салат оливье, селедка под шубой, соленья, маринады, красный крас со сливочным маслом на хлебушке и сырокопченая колбаса. Чем же чреваты многодневные возъедания? Во время переедания у людей резко повышается уровень плохого холестерина и глюкозы. И это, конечно, не считая набранных за все время лишних килограмм. Нормальный уровень сахара в крови не должен превышать 6,1 ммоль на литр, при условии, что кровь берется натощак. Но даже после еды у здорового человека глюкоза не поднимается выше 11,1 ммоль на литр. Проводить лабораторные измерения уровня сахара в крови хотя бы раз в год необходимо всем людям старше 40 лет. Особенно после праздников. А также людям с лишним весом в любом возрасте хотя бы раз в полгода. Если после праздников вы замечаете постоянную сухость и зуд кожи, жажду и сухость во рту, частые позывы к мочеиспусканию и необъяснимую утомляемость, следует сдать анализы. Так как эти все симптомы могут говорить о повышенном уровне сахара в крови. Но есть продукты, которые нормализуют уровень сахара в крови. Овсяная каша, корица, авокадо, орехи, рыба, брокколи и чеснок. Ну и конечно же не забывайте про витамины А, С, Е, селен, цинк и хром. Будьте здоровы и берегите себя!